Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 мая, день Пахомия Великого, назван в честь преподобного отца Пахомия Великого. Он был язычником, но по убеждению пришел к вере Христовой, вел очень строгую подвижническую жизнь. Он молился в летний зной, воздавая руки к небу и не позволял себе опустить их, иногда покрывался даже грязью от обильного пота, падавшего с его тела, постился, бодрствовал по ночам. В дальнейшем он на пустынном месте основал обитель и стал наставлять приходящих вере Христовой. Когда Пахомий, желая стать монаха, пришел к славному старцу Паламону, то услышал от него предостережение. Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской. Вот она. Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера в продолжении летнего времени, а зимою мы постимся по два дня подряд или по три. Правила общих молитв. 60 раз молиться днем и 60 раз ночью. Кроме тех молитв, кои мы творим в каждом мгновении и коих счета мы не знаем. Что касается народа, то этот день прозвали Бакагреем или теплым, поскольку сейчас устанавливалась летняя погода. С этим днем связано большое количество поговорок. На Пахома тепло, все лето теплое. Пришел Пахом, запахло теплом. Приметы. Если на Пахома погода теплая, то можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улом. Если сегодня Багряный восход, лето будет жарко с пожарами. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok